Если вам нужно утеплить и отделать лоджию, положить ламинат, устроить подиум в квартире, смонтировать потолки или перегородки из гипсокартона, установить дверь-купе, произвести другие отделочно-строительные работы, то вы можете сделать заказ по телефону 8903-689-3623. Николай Алексеевич Некрасов. «Железная дорога». Читает Геннадий Постригаев. Ваня в кучерском армячке. Папаша, кто строил эту дорогу? Папаша в пальто на красной подкладке. «Граф Петр Андреевич Клинмихель, душечка». Разговор в вагоне. Славная осень, здоровый, ядреный, воздух усталые силы бодрит. Лед, неокрепший на речке студеной, словно как тающий сахар лежит. Около леса, как в мягкой постели, выспаться можно, покой и простор. Листья поблекнуть еще не успели, желтые свежие лежат, как ковер. Славная осень, морозные ночи, ясные тихие дни. Нет безобразия в природе и кочи, и маховые болота, и пни. Все хорошо под сиянием лунным, всюду родимую Русь узнаю. Быстро лечу я по рельсам чугунным, думаю, думу свою. Добрый папаша, к чему в обаянии умного Ваню держать? Вы мне позвольте при лунном сиянии правду ему показать? Труд этот, Ваня, был страшно громаден, не по плечу одному. В мире есть царь, этот царь беспощаден, голод название ему. Водит он армии, в море судами правит, в артели сгоняет людей. Ходит за плугом, стоит за плечами каменотестцев, ткачей. Он-то согнал суда массы народные. Многие в страшной борьбе, к жизни воззвав эти дебри бесплодные, Гроб обрели здесь себе. Прямо дороженько, насыпи узкие, столбики, рельсы, мосты, А по бокам-то все косточки русские. Сколько их, Ванечка, знаешь ли ты? Чу! Восклицания послышались грозные, топот искрежет зубов, Тень набежала на стекла морозные. Что там толпа мертвецов? То обгоняют дорогу чугунную, то сторонами бегут. Слышишь ты пение? В ночь эту лунную любо нам видеть свой труд. Мы надрывались под зноем, под холодом, С вечно согнутой спиной. Жили в землянках, боролися с голодом, Мерзли и мокли, болели цингой. Грабили нас, громотеи десятники, Секло начальство, давила нужда. Все претерпели мы, божие ратники, Мирные дети труда. Братья, вы наши плоды пожинаете, Нам же в земле истлевать суждено. Все ли нас, бедных, добром поминаете? Или забыли давно? Не ужасайся их пение дикого, С Волхова, с матушки Волги, с Аки, С разных концов государства великого. Это все братья твои, мужики. Стыдно робеть, закрываться перчаткою. Ты уж не маленький, волосом рус, Видишь, стоит изможден лихорадкой Высокорослый больной белорус. Губы бескровные, веки упавшие, Язвы на тощих руках, Вечно в воде по колено стоявшие, Ноги опухли, Колтун в волосах, Я мою грудь, что на заступ старательно И за дня в день налегала весь век. Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно. Трудно свой хлеб добывал человек. Не разогнул свою спину горбатую, Он и теперь еще тупо молчит И механически ржавой лопатою Мерзлую землю долбит. Эту привычку к труду благородную Нам бы не худо с тобой перенять. Благослови же работу народную И научись мужика уважать. Да не робей за отчизну любезную. Вынес достаточно русский народ, Вынес и эту дорогу железную, Вынесет все, что Господь не пошлет, Вынесет все, и широкую, ясную, Грудью дорогу проложит себе. Жаль только жить в эту пору прекрасную, Уж не придется ни мне, ни тебе. В эту минуту свисток оглушительный Взвизгнул, исчезла толпа мертвецов. — Видел, папаша, я сон удивительный, — Ваня сказал. — Тысяч пять мужиков, Русских племен и пород представителей Вдруг появились. И он мне сказал, Вот они, наши дороги-строители. — Захохотал генерал. — Был я недавно в стенах Ватикана. По Колизею две ночи бродил. Видел я в вене святого Стефана. Что же, все это народ сотворил? Вы извините мне, смех этот дерзкий, Логика ваша немножко дика. Или для вас Аполлон Бельведерский Хуже печного горшка? — Вот, ваш народ, Эти термы и бани, Чудо искусства, Он все растаскал. — Я говорю не для вас, А для Вани. Но генерал возражать не давал. Ваш славянин, англосакс и германец Не создавать, разрушать мастера. Варвары, дикое скопище пьяниц. Впрочем, вонюшей заняться пора. Знаете, зрелищем смерти, печали Детское сердце грешно возмущать. Вы бы ребенку теперь показали светлую сторону. — Рад показать. — Слушай, мой милый. Труды роковые кончены, Немец уж рельсы кладет. Мертвые в землю зарыты, Больные скрыты в землянках, Рабочий народ тесной гурьбой У конторы собрался. Крепко затылки чесали они, Каждый подрядчик удолжен остался, Стали в копейку прогульные дни. Все заносили десятники в книжку, Брал ли на баню, Лежал ли больной. Может, и есть тут теперь челишку, Да вот поди ты, Махнули рукой. В синем кафтане Почетный лобазник, Толстый, присадистый, Красный, как медь, Едет подрядчик по линии в праздник, Едет работы свои посмотреть. Праздный народ Раступается чинно, Пот отирает купчина с лица И говорит подбоченец картинно, Ладно, и что? Молодца, молодца. С Богом, теперь по домам Проздравляю. Шапки долой, колея говорю. Бочку рабочим вина выставляю И недоимку дарю. Кто-то ура закричал, Подхватили, Громче, дружнее, протяжнее, Глядь, С песни десятники Бочку катили. Тут и ленивый Не мог устоять. Выпрек народ лошадей И купчину С криком «Ура!» По дороге помчал. Кажется, трудно Отрадней картину нарисовать, Генерал. Если вам нужно утеплить и отделать лоджию, Положить ламинат, Устроить подиум в квартире, Смонтировать потолки или перегородки из гипсокартона, Установить дверь-купе, Произвести другие отделочно-строительные работы, То вы можете сделать заказ по телефону 8903-689-3623 Раз, два, три.